Здравствуйте! Этот день сложно назвать добрым и хороших новостей у меня тоже нет. Сегодня Путин двумя своими указами ввел военное положение на территории Российской Федерации. Формально наиболее жесткие меры касаются только аннексированных Россией территорий Украины. Но фактически те меры, которые являются содержанием военного положения, распространяются и на регионы Российской Федерации, на приграничные территории и на в целом регионы центрального и южного федеральных округов. Что же сделал Путин? То, что он сотворил, похоже на зоны поражения при ядерном ударе. Есть зона, где военное положение введено во всей его полноте и где от даже формального правопорядка не осталось ничего и власть теперь принадлежит людям с автоматами. Это аннексированные территории Украины. К сожалению, здесь по факту не поменяется ничего. Как люди с автоматами задавали тон, насиловали, грабили и убивали, так они и будут продолжать это делать, пока эти территории не будут освобождены законным правительством Украины. В наибольшей степени изменения почувствуют жители приграничных территорий России. Жители аннексированных Крым и Севастополя, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей. Те ограничения, которые вводятся для этих регионов, в наибольшей степени похожи на военное положение. Это и особый режим работы предприятий инфраструктуры, где рабочий день может быть продлен, а выходные отменены. Это возможность давать предприятиям обязательные для исполнения заказы для нужд обороны. Запрет на выезд с территории или въезд в нее, установление блокпостов и досмотр транспортных средств. По сути, эти регионы переходят на режим военного положения. В том плане, в котором подразумевается под самими этими словами. Следующий круг регионов – это регионы центрального и южного федеральных округов, которые не относятся непосредственно к пограничию с зоной боевых действий. Там введен меньший уровень ограничений, наиболее существенным из которых является возможность устанавливать блокпосты на дорогах и досматривать транспортные средства. Также будет повышен уровень безопасности, но конкретный перечень связанных с этим мер будут определять уже губернаторы. И третий уровень – это вся остальная Россия. Здесь президент обязал глав субъектов уделить большее внимание поддержанию работоспособности критической инфраструктуры, предприятий, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и также повысить уровень безопасности. Здесь нужно отметить несколько важных моментов. Первое. В указах президента речь идет об агрессии. Утверждается, что Украина напала на российские территории. Сама эта формулировка очень тревожна. Она напрямую отсылает к доктрине ядерного сдерживания, которая говорит о том, что агрессия против территории России является достаточным основанием для применения ядерного оружия. Второе. Это то, что при всем том большом количестве мер, которые упоминают указы президента, реальная их детализация и определение, где будут блокпосты, сколько, какие предприятия будут переведены на военные рельсы, какое имущество изъято. Все это будет определяться главами субъектов Российской Федерации. И в ближайшие дни нам станет более точно, ясно, насколько глубоки будут эти изменения в повседневной жизни прямо сейчас. Но уже точно мы можем сказать, что мирной жизнью это будет назвать невозможно, когда любое предприятие находится под постоянным риском, что вся его деятельность в принудительном порядке будет переориентирована на военные рельсы. Третье. Мобилизация продолжается. Она не отменена и не приостановлена. Что бы ни говорили по телевизору. Как вы видите, введение военного положения никак не может указывать на то, что мобилизацию остановят. Напротив, это эскалация вооруженного конфликта. И очевидно, для продолжения войны властям потребуется кидать в топку все больше и больше людей. А значит, мобилизация будет продолжаться. Поэтому берегите себя. Если у вас еще есть возможность в ближайшие дни покинуть территорию России, сделайте это. Потому что границы будут закрываться буквально каждый день. Все больше и больше. Сейчас формально пересечение границы не запрещено в связи с военным положением. Но мы уже видим, что и запрет на выезд из отдельных регионов, и блокпосты, которые могут вводиться. Все это затруднит перемещение в сторону границы. И возможности выехать у вас будет не потому, что закрыта граница, а просто потому, что вы до туда не доедете. Поэтому в те 1-2 дня, которые еще остаются, если вы все еще не решились, но у вас есть возможность уехать, сделайте это. Берегите себя. Продолжение следует...